Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 6 сентября умер он, 2021 года, в возрасте 88 лет, скончался в своем доме в Париже, сообщил его адвокат. Он очень устал в течение последнего времени, так сказал адвокат. Он тихо скончался. Адвокат Мишель Годест. Прошло несколько месяцев с тех пор, как в сети распространились тревожные слухи о его состоянии. Есть, конечно, большие поклонники его талантов. Я, друзья, не отношу себя ни к каким поклонникам никаких талантов. Я имею в виду в сфере кинематографа. Просто смотрю и смотрю. Во французском кино он оставил, конечно, большой свой след. 50-летняя карьера. Актер родился в 1933 году и снялся в 80 фильмах, многие из которых стали культовыми. Можно процитировать, наверное, некоторые, я вам напомню. Он был задыхающийся, это 1960 года. Обезьяна зимой, 1962 года. Человек из Рио, 1964 год. 100 тысяч долларов на солнце, 1964 год. Барсалина, 1970 год. То есть он человек той эпохи, знаете, 20 века. Но в 20 веке он блистал. Это звезда кинематографа. Ля Класс, это 1971 год. Великолепный, 1973 год. Профессионал, 1981 год. И таких у него много фильмов, которые сделали его в кинематографе большой звездой. Он сын скульптора. То есть из семьи такой художественной, артистической. Бельмондо, выходец из класса Парижской консерватории драматического искусства. Закончил в 1951 году. И блистал полвека во всем французском кино. Мужское лицо, новель вог. Как лицо его брали и очень довольно часто снимали. Но я помню по 70-м годам, когда я уже работала в Нью-Йорке, то я помню в газетах очень часто мелькало его лицо. Вернее в журналах, на обложках журналов мелькало его лицо. Фильмы, друзья, в которых он играл, они оптимистичны. То воришка где-то, то еще что-то. Но они оптимистичны, потому что сам по себе он как обезьянка такой. Он очень живой, очень подвижный и, знаете, эмоциональный. Он все время двигается, лицо двигается, руки двигаются, сам он по себе двигается. Но такой вот и смеется. Всегда это широко открытый рот. У него приключенческие фильмы. Если вы помните трюки, которые делали имидж популярного французского кино. Но он современник и общался с такими людьми, как Жан Габен, Ален Делон, Вентура. И эти все имена, друзья, они просто подчеркивают то время, которое от нас ушло. Это время 20 века. Он звезда кинематографа, всего французского кинематографа и кинематографа мира, но 20 века. Мы уже живем в 21 веке и нашим детям, возможно, не очень интересен уже этот актер. Они люди другого менталитета, другой абсолютно игры актеров на сцене и в кино. Поэтому только люди старшего поколения сейчас могут оценить ту утрату, которая пришла со смертью Бельмондо. Но все мы, друзья, стареем, все мы старимся, и конец каждого из нас определен там, где-то на небесах. И я полагаю, что вот это определение, кому какой конец, насколько мы оправдали свои фантазии, свои желания в жизни, насколько мы оправдали то, с чем мы пришли на эту землю, так мы, пожалуй, и умираем. Ну, не секрет, что многие умирают довольно плохо в болезнях, в суете. Да, друзья, конечно, это наша жизнь. И очень хорошо, что человек вот жил в своем доме в Париже, умер в Париже. Ну, наверное, теперь будут наследники делить его наследство. Всегда, даже если у человека нет детей, у него всегда найдутся наследники на его богатство. Но это уже не наша тема. Наша тема просто отдать дань. Сегодня умер Жан-Поль Бельмондо, звезда французского кино. Мы не будем плакать, мы не будем делать траурные лица. Мы будем только улыбаться, вспоминая его очаровательную, сногсшибательную, блистательную улыбку. Покойся с миром, и мы тебя помним, Жан-Поль Бельмондо.